В Европе следует создать единую армию. С таким предложением выступила президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Данная идея уже нашла поддержку в некоторых странах, таких как Германия. В России, наоборот, вызвала резкую критику. А в Латвии верить в единые военные силы ЕС не спешат. Подробности у Анастасии Диаконовой. Идея создания единой армии ЕС не нова. И время от времени появлялась и раньше. Но реализовать проект еще ни разу не удавалось. К тому же существует НАТО со своими военными силами. И членами этого альянса является большая часть стран Европейского Союза, в том числе Латвия. Так, накануне в рамках очередных учений в Ригу прибыла американская техника. Относительно сил Европейского Союза мы, конечно же, развиваем общие силы обороны. Но о создании общих сил ЕС это предложение Юнкера, и оно будет обсуждаться. Вопрос создания общей европейской армии рассмотрят уже в июне в Брюсселе на саммите лидеров стран ЕС. По словам представителя Еврокомиссии Маргариты Схиноса, подобная инициатива позволит сэкономить около 120 миллиардов евро. Юнкер также считает, что создание такой армии покажет России готовность Европы защищать свои ценности. Но пока это только идея, которую российский депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий сегодня назвал паранойей. Не верит в создание армии ЕС и военный эксперт Юрий Мелконов. У европейских стран очень много противоречий. И одно из этих противоречий они хотят вылезти из-под американского военного сапога, который их всех давит абсолютно. Бригадный генерал в отставке депутат Сэма Карлос Креслинч, в свою очередь, наоборот, верит в создание подобного военного органа. И не считает, что две армии Европейского Союза и НАТО будут дублировать друг друга. Если говорить о том, как это могло бы выглядеть, то были бы какие-то общие подразделения, как в НАТО, где мы участвуем со своими батальонами или ротой. И у Латвии есть пример подобного объединения армий нескольких стран. Балбат, Балтийский батальон, из Латвии, Литвы и Эстонии. Подобная структура могла бы стать частью Европейской Объединенной Армии.